Как выучить иностранный язык легко? Весело и быстро. Да, значит легко, никак. Весело, никак. Весело, можно, быстро, можно, легко, никак. Значит, это у нас правда, мы не хотим никого обманывать. Для того, чтобы выучить язык, надо приложить усилия. Человек воспринимает у нас два вида речи. У нас есть вербальная и невербальная речи. Поэтому он тот вундеркинг, который у нас выучил сколько-то языков там. Семь мов. Да, за полчаса или за сколько? Не, першу мову за рик, испанского, а все инши еще швидше. Значит, способность человека понимать невербальную речь собеседника увеличивает вероятность того, что человек быстрее выучит любой язык на 90%. Это психологический факт. То, как человек рассказывает, вы его слушаете и ощущаете, то, что он говорит, это приносит смысл. В принципе, вы каждый это испытывали, когда приезжали куда-нибудь в отель, первый раз в своей жизни за границу, не зная никакого языка, и вам на пальцах объясняли, что куда идти, где что брать, где находится завтрак и так далее. Вот это вот то ощущение, когда вы понимали человека, который... Значит, вы взагалі влог. Нет, ну... Значит, первый невербальный жест на ресепшене. Ну, это факт. То есть, как вы можете почувствовать собеседника, так вы будете с ним разговаривать. Если вы не понимаете, что... Не чувствуете, что он говорит, то, в принципе, логический разум подключиться не может. Значит, второй секрет изучения языков. Без исключения в любом языке. Значит, самый-самый-самый. Записывайте. Значит, сейчас должна быть запись во всех дневниках, кто учит язык. Язык можно использовать в разговорной речи при наличии словарного запаса в 5000 слов. Всё. Вот такая лёгкая математика. Заговорите вы при тысяче слов, уже можно строить предложение. Значит, словарный запас – это тот базис, это основа, это фундамент. Значит, представьте себе, что хотите, там, пирамиду и так далее. Так вот, слова и знание перевода этих слов базовых – это у нас является фундаментом. Значит, помимо того, чтобы использовать невербальную интерпретацию, нам надо построить фундамент. Вот фундамент – это у нас вот эти вот 5000 слов. 5000 слов позволяют… Так, много. У меня, знаете, такая информация есть, что англійська мова 65% написанного материала включает в себя всего 300 слов. Это слова, которые используются на частейше. Не нужно 5000. Это, может, на английском. Англійська – на простейше. Ну, тут иная мова про то, что и украинскую. Мы же знаем все слова, но используем на самом деле… Ну, много там меньше. Украина английского языка в ужасе до сегодняшнего дня. Еще так трохи косы поднимаются. Прошедшее будущее, продолженное время, вот это легкое такое постановка предложения. То есть, нет, на самом деле, 300 слов – это, может быть, для того, чтобы вы могли прочесть заголовок статьи, я соглашусь. То есть, прочли заголовок статьи в интернете, вам все понятно, там встретили сколько процентов? 65% знакомых слов. Но никогда вы не будете читать литературу и разговаривать, если у вас 300 слов. Нет, 1500 – это минимально, 5000 – это свободное владение на уровне интермедиа. Приверно, чини. 100%. 100%. Значит, заходите в интернет, рассказываю, как проверить. Прямо сейчас заходите в интернет, находите любую программу обучения английскому языку. Прямо забивайте. Я вам, наверное, расскажу. Найкращие ресурсы – это… читайте. Don't think. BBC Language, My Language Exchange. Dualingo, BBC Language, My Language Exchange. Я пользуюсь программой Lingua Leo, например, каждое утро. Поэтому там есть просто счетчик слов. Мне просто очень импонирует, что ты можешь с утра забить себя. Например, я тренирую сегодня 10 слов. Или, например, тренирую слова, которые не тренировал 2 недели назад. И он мне компьютер выводит, и у меня занимает ровно 1 минуту. 1 минуту для того, чтобы потренировать слова. Поэтому вот этот вот словарный запас – это вот этот весь секрет. Сделали словарный запас, потом эти слова можно пхать куда ни попадет. Значит, начинаете говорить. Да, не, но вы уже понимаете, что вам собеседник хочет донести, потому что вы встречаете знакомые слова, видите его эмоциональность, понимаете невербальную речь, и вам становится понятно, о чем говорит человек. Значит, слушать песни можно через 2,5 тысячи слов. Ну, музыку. Понимать, о чем в музыке там. Значит, самое лучшее для того, чтобы понять, вот покайфовать. Ну, некоторые слушают музыку, но не понимают, о чем содержание. Ну да. Бейшись. То есть, это нормально. То есть, как только 1500-2000 слов вы перевалили, вы знаете перевод этих слов, то вы можете включать песни Битлз. Однозначно, во всех песнях Битлз используются вот эти вот популярные слова. Песни Битлз написаны исключительно для американско-английского рынка, на британском языке, очень красиво, очень понятно, красивое произношение, никто не глотает никакие слова, ела у субмарин, все, поехали, и все там нормально. Ну, взагалі, важливо, не только песни, это и фильмы, это и ЗМИ, это и радио. Вот с новостями тяжело, особенно с американскими новостями. То есть, вот там, где вот новости идут, там BBC, и то есть, вот там вот, в принципе, ну, тяжеловато. Мой радио может быть тяжело, фильмы, согласен, некоторые могут быть, но в фильмах есть там фразеологизмы, там переводы, интерактивные. Найстрашнейшее, найстрашнейшее, якщо мы беремо англійську мову, то британский, англійський, и навіть, якщо мы возьмемо Лондон на 8 частин, розділимо, там взагалі, там, там... Ну, сирийский не берем, да, хорошо? Там, я заслуживаю... Заполеон, маленький Лондон на 8 частин розділимо. А что то, у Витиша то есть одна полеона. На самом деле, притеска. Кепка. Многие люди компенсируют некоторые недостатки вот этим желанием разделить. Да? Так вы тут зараз пидете, вы его образились, да? Забремнюю чай. Можете лишиться. Чашку. Так вот, там дуже варююється, і, наприклад, деякі британці говорять, як американці, вони говорять, там, probably I caught cold. Ну, розумієш? Давайте разом з іншим акцентом. О, давайте пограємося акцентом, окей? Ну, это очень проблематично. Давайте. Я могу только на нашем. Можна вигадить. Значит, сенс такий. Probably I caught cold. Я застудился. Вигадуємо акценти. Я просто не вимовлю, і будем. Ні, як так. Давайте. Probably I caught cold. Таких мільйон. На, 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 на. Не мільйон. Ми зараз, я зараз, я зараз выгадаю малйонський. Олег зараз выгадає ще стоп'ятненський якийсь, малйковський. Таких мільйонський якийсь, малйонський якийсь. Або, трохи зруминський. Probably I caught cold. З німецьким цим. Ну, добре, окей. Не, у нас есть наш вариант. I'm cold. Наш вариант лучше всего. I'm cold. Есть ще один вариант, коли мамка в 4 ранку дотягалась. Ты де був? Мама. Пробав. I caught cold. Вот такие акции. Так. Це? Нет. Нет. Мы все изучаем секрет. Значит, базу мы поняли. База — это у нас количество слов, которые вы можете перевести на оба языка. И туда, и обратно. Ну, есть вариант перевода с русского, там, с украинского на английский. С английского на украинский. Зарегдам с украинского. Да. Украинский. Украинский, да. Я... Значит, переводим. Значит, следующее. Регулярность. Регулярность. Значит, если в день меньше 15 минут посвящать изучению языка, Ты куда не кажешь? Ну, у кого есть возможность посидеть... То кажешь призвищ. Значит, 15 минут, в принципе, это такое неплохое начало. Давайте так, от 15 до 30. У нас же здесь правила вводим, да? От 15 до 30 проблем нет никаких. Изучить язык, значит, ежедневно. Я просто не знаю, на чьому прикладу, на своєму реальному прикладі, чи ні? Это научно обоснованное... Да, у меня это все зібрано. Все, питание немало. Ну, я... А вы обосновали. Да, я этим пользуюсь. Поэтому, нет, есть то, что работает, есть то, что не работает. Знаете, мы раскрываем сегодня секретарь. Вот никто зараз не задумывался. Гор Олег, он одну хвилинку враньце слова англійськие повторяет. Він стыгает поснідать, он про это говорил. Він стыгает попить водички с медом, чи чему там там стема была. Він спортом позаймается, а потом еще и на ранок приезжает на 7.30. Есть, значит, мулька, что Олег... Но когда спите... Олег митит на место премьер-министра. Ну, как минимум, министра культури, но через... Ну, это будет не последний этап. Останний этап Министерства культуры, да, я согласен. Это будет... Нет, у каждого своя миссия в жизни. Значит, ничего подобного не будет происходить. Все будет хорошо в рамках сегодняшнего дня. Просто, если вы ничего не встаете, даже поснідите, как я враньце, то берите приклад с гуру. Значит, надо встать и построить сиологическую цепочку. Встал, сразу же, ну, там... Не есть, не пить, не чистить зубы, ничего. Английский язык, потому что сразу стали, погрузились в среду. Третий пункт. Среда. Среда, не день, не деле, имеется в виду среда, то, что вас окружает. Среда сегодня нас окружает. Если есть выбор, что включить в машине, в плеере, в наушники, то есть, чем бы вы ни занимались. Если есть возможность у вас включить ту среду того языка, который вы изучаете, вы ее включаете. Мозг устает. Почему хочется спать, например, когда изучаешь иностранный язык, хочется спать? Вот очень такое распространенное. Как только пошел английский язык или что-то новое неприятное, мозг сразу что делает? Он пытается ограничить ваши энергоресурсы. Он хочет сохранить для какой-нибудь ситуации, где вы будете работать на 100%. Поэтому здесь надо что сделать? Применить силу воли. Значит, не насилуя себя, те же самые 15-30 минут погрушения в среду. Не задумываться над содержанием. Надо погрузиться в среду. Это как в воде плавать, в бассейн. Вы же не плывете и анализируете количество хлорки в бассейне. Нет. Вы ныряете и плывете, делаете физическое упражнение. То же самое с английским, то английским. Я просто английский, но мне близок. Поэтому то же самое с любым другим языком. Вы ныряете в среду и просто наслаждаетесь, получаете удовольствие. Надоело, прошло 30 минут, класс, выключили, все, дальше занимаетесь своими делами. Это вот правило номер 3 для того, чтобы успешно овладеть иностранным языком. Ну и правило номер 4. Мы должны заговорить. Значит, в интернете, в фейсбуке, в контакте, я не знаю, где угодно, в LinkedIn, в любой социальной сети вы можете найти того, кто с вами поговорит сегодня. Элементарно. Просто на дурняк. Берете, пишете любое письмо человеку. Если он человек, в принципе, разумный, корректный, понимающий, получит от вас письмо, ответит, кто ты такой, что ты хочешь, что ты мне написал. Все, вы пообщались. Может, из этого зародиться другом. Почему нет? Но пробовать это надо. Не надо стесняться написать какому-то человеку в чат. Не надо писать. Заходи в английский поспілкуватися. Эй, что ты, брат? Куда ты лезешь? Чего? У меня такой фейсбук, я в Бразилии, я такой друг. Ну, если ты дивишься меня сейчас в Бразилии, ты... Ты ему скинь ссылку в Бразилии. Ну, я... А он знает. Привет, против. Ну, он не понимает, конечно, мы в английском спілкуемся, но ему будет приятно. Ну, в любом случае, это очень здорово, весело. Ничего, никто на вас не нападет, не побьет, ничего не произойдет. Просто возьмите, снимите этот блог, заговорите с человеком в интернете. Ты бачишь, что им интересно. На этой неделе мы делали одно страшно тяжелое упражнение. Я еще раз его хочу показать. Значит, мы складываем вот так руки. Вот так. Вот так складывает Ангела Меркель. Некоторые кандидаты в мэри на пост Житомира. Да, ну и вот так вот сюда... Чуть ниже, чуть ниже. Промовывание так. Да, то есть, вот, значит... И когда этот человек в следующий раз вы его встретите, он будет говорить, начните делать вот так вот. У Яны, кстати, хорошо плывет, видите, ну, бывает, пальчики не слушаются. Это первая фаланга лишняя. Олег, я бачил эту вправу. Ну, давай. Я думал, что нас минеет. Давай, давай. И теперь подключаем вторую часть. Одна вверх, одна вниз. Вот так. Вот. Вот у Яны вот такое упражнение. Значит, пробуем. Это обалденно хорошее упражнение, придуманное школьником, я говорил. А-а-а-а. Класс? Да. По колу треба? Так как угодно. Ты только один вверх, палец, один вниз. Потом меняешь местами. Вверх, вниз. И вращаешь вот так. Я чувствовал, что это, короче, ваш сын придумал. Да, да, да. Ну, тем не менее, это надо было. Николай его зовут. А, я уже питал. Коля, привет тебе. Добрый ранок. Микола, что ты нам впарив? Не, впарив, да. Чем ты занимаешься на уроках? Теперь вопрос. Брянс фитнесом.